Всем привет! В этом событии нам выдали много новых игроков, но их проблема заключается в том, что почти все эти игроки являются непродаваемыми. Прямо сейчас я тебе расскажу, как продать любого игрока, даже если ситуация, казалось бы, безнадежная, заявок на продажу очень много, но всех этих игроков продать возможно. Так что обязательно подписывайтесь на канал, наша цель остается прежней, 100 тысяч подписчиков до конца этого года, и я уверен, что мы справимся, так что ты знаешь, что делать. Также у тебя еще есть шансы поучаствовать в розыгрыше звездного абонемента, все, что тебе нужно, это подписаться на мой канал, подписаться на канал моего друга Вансфута и написать абсолютно любой комментарий под этим роликом. Результаты будут уже 17 января, так что обязательно успей поучаствовать, ну и конечно же, надеюсь, повезет именно тебе. Также, если ты хочешь дешево и, что самое главное, безопасно задонатить в игру, то обращайся ко мне, ссылочки тебя ждут в описании этого ролика, там ты найдешь ВК и Телеграм, пиши, куда тебе удобнее и покупай абсолютно все, со 100% гарантией получения товара. Ну и вот еще одно подтверждение этой тактики, Ло Чельсу, 103 карточка улетела за 16 миллионов, конечно, приятно. И Рональдини за 6 миллионов, окей. Для начала стоит рассказать, какие игроки у нас, к сожалению, не подлежат продаже. Это игроки, которые уже достигли минимального порога стоимости, думаю, вы знаете, что это такое. Это стоимость, ниже которой игрок стоить не может. Ну вот, например, Марио Гетса, все от него хотят избавиться, но он уже достиг минимального порога и вы его уже продать толком не сможете. Я расскажу именно про игроков, заявок на которых очень много, но цена на них продолжает понижаться. В чем заключается главный секрет продажи этих игроков? Все максимально просто. Вам нужно зайти на сайт FIFA Prize, я вам о нем уже недавно говорил, и выбрать игрока, которого вы хотите продать. Например, я сейчас хочу продать Замброт, он у меня есть в резерве, и хочу я от него избавиться еще по хорошей цене. Находим мы этого игрока в поиске, и самое главное для нас это обновление. Написано у нас обновление через 0 часов 11 минут. Что это у нас значит? Мы нажимаем продать этого игрока сейчас, и через 10 минут мы заходим в повторную продажу. Как только цена у нас станет здесь не 21 миллиона, например, 19, то произойдет понижение цен. А мониторим мы это понижение цен именно на сайте FIFA Prize. Собственно, выяснили мы, что понижение цен у нас будет через 11 минут. И через это время у нас стоимость будет уже меньше, и наша заявка будет уже не 72 по очереди, как если я его продаю сейчас, а просто первая. Соответственно, моего игрока уже купят. Это опять же работает с абсолютно всеми игроками, даже с игроками нового события, которых казалось бы продать невозможно. Есть у нас вот условный салибат. Тут у нас написано, что обновление будет через 1 час 50 минут, мы это заметим. Значит, заводим таймер, и уже через 1 час 40 где-то 8 минут мы нажимаем продать. И здесь вот через повторную продажу мы смотрим, когда цена на этого игрока снизится. И наша заявка, соответственно, уже будет первой по более низкой цене. Но тем не менее, заявка будет первой, и нашего игрока уже купят. Все же найдется хотя бы один человек, который купит этого игрока, например, там за 18 миллионов. И этот один человек купит именно нашего игрока. Вот такой вот секрет продажи игроков этого события, надеюсь, его объяснил. Скриншоты, что я там не обманываю, реально можно таким образом продавать игроков, вы видите. Ну и думаю, вы понимаете, что способ реально хороший. Короче, пользуйтесь, всем большое спасибо за просмотр, всем пока.